пацаны давайте разомнемся поиграем в ассоциации весна лето отпуск ремонт ремонт дай сюда почему ну потому что не так да все не так все заново давай так дети сладости мороженое ремонт сереж но при чем тут мороженое и ремонт ремонт холодильника но можно по позитив ничего не будет куда позитивнее у меня за три дня сломалась все что может сломаться дай мне позитив ремонт холодильника профи капающий кондиционер профи протекающая стиралка профи сереж все эти проблемы и не только можно решить при помощи профи открываешь приложение описываешь задачу отвечаешь на уточняющие вопросы определяешь диапазон цен выбираешь специалист а если ты сам в чем-то разбираешься то регистрируешься там как специалисты ищешь клиентов ты мог бы зарегистрироваться как специалист по ломанию всего что угодно очень смешно а где найти скачай по ссылке в описании заодно найди себе фитнес-тренера ну серёг ну правда ребята ребята давайте все вместе три четыре это громкий вопрос не знаю получилось ли у нас по моему получилось судя по динке все у нас получилось все вместе орали я кричали я прекрасно да вы кричали ты прекрасно спора нет так во первых давайте так это у нас дебют да встретим его аплодисментами конечно же большая честь видеть вас в нашей первой передачи давайте я вас всех познакомлю всем привет все наши уважаемые зрители у нас в гостях невероятнейшая барышня барышня который я однажды по телевизору по телевизору влюбился в нее а потом узнал что она еще и талантливая и она еще продюсер женского стендапа и участник женского стендапа и самая смешная в женском слушай в той передаче был и ты поэтому я думал там ир мы тебе специально не рассказывали правила чтобы ты вместе с нашими зрителями их услышала поняла и включилась поэтому правила кто да я начну я правил очень просты смотри мы все вместе одна команда идеальная команда не забывай наша задача отвечать на вопросы ты будешь заставать карточки читать вопрос мы будем на него отвечать все вместе будем записывать я буду отвечать нет мы всем у насgan thee в том числе ответы будем записывать на этих карточках потом ставить сюда и самое главное чтобы мы ответили правильно и чтобы все пять ответов совпали есть одно но мы все jedem сидит в наушниках а там будет орать музыка невероятно громко вот поэтому мы не будем слышать вообще друг друга никак смотри у тебя есть ровно минута ты достаешь отсюда вопрос ты можешь объяснять нам сразу ответ если ты знаешь ответ и в нем уверенно можешь объяснять вопрос и каждый из нас я не знаю ответа я вам задаю вопрос вы меня не слышит не слышим и как дебилы абсолютно верно и на ира есть минут вы купила механика ровно минута если все если все пять ответов у нас совпали нам балл а есть какой-то приз вот объясняем приз это победа в этой игре за каждый правильный ответ балл эти баллы нам пригодятся в супер игре а еще мы куда-то переезжаем супер игру супер игру там можно будет выбрать фен да то есть маленькая маленькая подсказка все я еду дальше плевать маленькая куда вы едете маленькая говорю подсказка старайся объяснять всем кроме меня потому что со мной скорее всего ничего не получится поэтому все давайте начнем судя по началу нашего шоу ира будет только с арсением общаться в этой игре и это не такая плохая тактика пусть они все уйдут пожалуйста блин а не надо так делать итак ни пуха ни пера это наш первый громкий вопрос наушники напялили делается к черту кто-то будет говорить готовы готовы запускаем запускаем поехали что там чичиков чичиков имя 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 это имя да что имя 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 не понятно ира Антон кшиштов да все вопрос я не знаю что это вопрос какой что что ревизор Дима я Дима Антон ревизор Ревизор Чичиков! Чичиков! Ревизор! 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 Пишите! Пиши, пиши! Господи, пожалуйста! Ребята, подождите, снимаем! Подождите секундочку, снимаем! Я не знаю, правильно ли я ответила на вопрос! Давайте так, ты в любом случае молодец, ты справилась с волнениями, если неправильный вопрос задан, ты ответила, наверное, какая-то. Ты говоришь, как гинеколог, все хорошо! Гинекологи так разговаривают? Я, кстати, гинеколог. А я могу посмотреть ответы? Я гинеколог, я могу посмотреть. Давайте мы вначале, знаете что, обсудим. Ты нам сразу говорила ответ, правильно? Да. И это было не Кшиштоф. Нет. И не Сеченов. Нет. Тогда... Я сразу услышал Кшиштоф. Я услышал Кшиштоф. Кшиштоф. Но мне повернул Сережа и говорит, пиши... Короче, без К. Задай вопрос. Кшиштоф. Прочитай. Фамилия Ревизора из произведения Гоголя. Блин. Походу, не Кшиштоф. И, по-моему, не Шишков. Ты что, написал Кшиштоф? Ну, ты сказала мне Кшиштоф. Ребята, я могу сразу сказать, что вы можете не переживать. Мы уже проиграли. Потому что, вот, ты поворачиваешься ко мне и просто говоришь... Это очень коротко. Я тебе объясняла. Я тебе покажу. Книга. 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 Ревизор. Вот так. Когда вы увидите мой ответ, поймите меня правильно. Давайте последний посмотрим его ответ. Из всех вас. Из всех вас. Мне показалось, я понял только Сережу. Пожалуйста. Я удивился, что он мне говорит. Но я зацепился за что мог. Еще раз. Фамилия Ревизора из книги Гоголя. Да. Какая? Чичиков. Чичиков. Да, пожалуйста. Слышу Кшиштоф. Слышу Шишков. Можно я покажу, что я написала Чичиков? Вы же это уже поняли. Давай. Это же вот так, правильно? Чичиков. Чичиков. Видишь, помнишь, мы говорили, это командная игра. Пожалуйста, вдруг вы не дураки. Только сейчас я подумал. А вот это что было? А, да, кстати. Что это такое? Не переживай, я пытался показать Польшу. Не спрашивай. Что я имел в виду? Кшиштоф? Ты реально Кшиштоф написал? Кшиштоф? Я написал Кшиштоф, блядь. Кшиштоф я написал. Да какой? Кшиштоф. Ну подожди. Кшиштоф очень уверенно. Я понимаю, что сейчас я не смогу подобрать вопрос, на который ответ Кшиштоф, но я написал Кшиштоф. Ты мне показал Кшиштоф, я такой, да, Кшиштоф. Нет, ты певел, сказал Кшиштоф. Не, я до сих пор бахерю, что это Польша. Ну я, если честно, смотри, ты повернулась ко мне и говоришь Кшиштоф. Я у Иры спросил, какой вопрос? Она мне говорит, ревизор Чичиков. Я так и написал. Моя бусинка. Чичиков. Не зря мы столько тысяч лет знакомы. Откуда вообще Серёжа это знает? Самое странное, что ты на меня смотришь и говоришь Шишкоф, я говорю Шишкоф. Так Шиштоф я говорю. И ты на меня смотришь и говоришь Шишкоф, всё, и пиши. Какой Шишкоф? Ну какой Шишкоф? Вот такой Шишкоф. 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 Я ещё думал, а может быть Шишкин? Подожди, стой. Ну Шишкоф и Чичиков, ну есть разница. Давайте посмотрите хотя бы Чичиков. Давайте посмотрим, там скорее всего просто Егоров. Да тут беда. Я понял только Серёжу. Я понял только Серёжу. Он абсолютно отчётливо сказал Кровосток. Ты понимаешь, что Шиштоф, Чичиков, Шишкоф, Чичиков, всё созвучно. Кровосток. А зачем ты в этой передаче участвуешь? Я уже потом подумал, это была последняя секунда, я подумал, что блядь за первый вопрос, где ответ Кровосток. Ну кто? Кто родился в конце 80-х на краю города, кому рано ударило моча в голову? Или как называется ложбинка? Наверное, он мне хотел сказать Ревизора, я послышал… А я же могу посмотреть, я же… Правильный ответ. Кровосток. Давайте посмотрим. Кровосток. Христаков. Как? Потому что Чичиков – это из мёртвых душ. Я ещё сижу, думаю, не дурак ли я здесь один? Так я самый умный из вас. Какой? Кровосток написал на Ревизора? Ну, с Христаковым. Созвучно? Ты вот за созвучие боролся. Помнишь, ты спрашивал, сложные будут вопросы или нет? Лёгкие. Так. Три. Два. Один. Ха! Вопрос, вопрос. Как дела? Скажи вопрос. Давай! Давай! Прочитай, прочитай. Имя. Имя. Гарри Поттер. Гарри Поттер читал? Имя. Гарри Поттер. Гарри Поттер читали? Как? Как? Гарри Поттер. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Вот с такой… Да, Гарри Поттер. Гарри Поттер. Какой вопрос? Гарри Поттер. Гарри Поттер. там есть птица птица сова с носом птица с носом феникс 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 сгорает феникс никаких обсуждений написали скинули Ира претензии да как дела Ира! Ир, претензии. Нет, ну ладно, как дела, юмор мы поняли. Но это ты ничего не проигрываешь. А вы ничего проигрываете? А мы кое-что проигрываем. А что, вас убивают? Нет, у нас команда интеллектуалов. Ну ладно, даже, допустим, мы поиграли с тобой в эту игру, как дела. Когда ты говоришь, Гарри Поттер. Упиваешься тем, что ты нам семью разными способами можешь показать Гарри Поттера. Через молнию. Я хотела, чтобы все поняли, чтобы не у нас был Гарри Поттер, а тут на-на, группа. Гарри Поттер, я понял. Ты не переживай, ты не переживай. Гарри Поттер не ответил. Мы до него донесем. Ты такой душный. Есть такой, есть такой. Вот, вот. Смотри, когда ты говоришь хотя бы еще одному человеку ответ, мы уже вдвоем понесем его в массу. А пока ты одна сидишь, Гарри, Поттер, Молния, Ир. Ты такой душный. Вообще, духота. Смотри, все же поняли, что Гарри Поттер. Я считаю, это хороший шаг, потому что ответ я вообще не знаю. А какой вопрос? А почему ты вопрос не прочитала? А, давай. Имя? Смотри, вот представь, что ты меня не слышишь. Да. Имя? Гипогрифа Хагрида. Почему я вопрос не прочитала? Клювокрыл? Нет. Клювокрыл. Я вам показала птица с носом. А птица из Гарри Поттера. А птица из Гарри Поттера? А птица из Гарри Поттера? Я вообще... Это его собака была? Гигантская собака с тремя башками. Я люблю Гарри Поттер, но не настолько. Ну да. Почему ты вопрос не прочитала? Собака, щенок буду тебя звать. Боярский так решил. А что ты написал? Кто-то еще с нами? Что он мне сказал, то я и написал. А что ты ему сказал? Смотрите, давайте так. Гарри Поттер. И пока она здесь выясняла, кто душный, кто нет, я слышу Феникс и пишу. Феникс. 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 А ты что написала? А я написала Арсений. Вопрос был, кто-то душный? Кто? Кто? Ну подождите, а там возможно на нас. Я тебе... Да. Сейчас ты со своим кровостоком, сука. Опять кровосток. Я тебе показал четко птица сгорает. Чаев. Понял? Сгорает. Птица сгорает. Это не детонатор от бомбы. Вот так покажи сгорает. Что это такое? Что это такое сгорает? Кто вот это сгорает? Он был за барышню в спичке. Уже никто не знает, что это такое. Он родился тогда, когда еще не было зажигалок. Были только... Сейчас тикток век. Капец, мы это будем людям показывать, да? Ладно, что он написал? Я на самом деле почти все понял, что мне сейчас показал. Ну что ты понял? Птица. Птица. А вот это я что сделал? В душе не ебу. А теперь смотри. Я сжег птицу. Дим, просто вопрос на логику. У тебя же там что-то шевелится. Да. Тебе человек говорит, Гарри Поттер, сложно все показать. И ты такой, птица. Нет, ну ребят. Ну я конечно понимал, что это неправильно. Ну я просто понял, Гарри Поттер и птица. И уже вы говорите, пиши, пиши. Я думаю... Ну что ж не Гарри Поттер хотя бы написал? Поддерживай полностью. Потому что Гарри Поттер, вы сказали, это не ответ. Потому что когда надо писать было имя, я такая, ну Арсений. Кстати, ты сейчас начала говорить просто мне, не крича, ничего не объясняя. Ты поворачиваешься ко мне и говоришь имя, я имя сразу понял. Но ты потом подумала, что это сложно. Ну Гиппогрифа я бы вряд ли тебе... Так, давайте... А что вы мне предъявляете, если Феникс это неправильно? Что вы мне предъявляете? Что худого не Клювокрыл? Давайте посмотрим. Ну не могут Гиппогрифа звать Клювокрыл. Ну и точно не Феникс. Или они дебилы. Ну точно. Ну просто. Арсений? Нет. Клювокрыл. Клювокрыл? Сереж, Клювокрыл. Тогда я вообще показывала все правильно. Я говорю, крылья и Клюв. Клювокрыл? Когда вы сняли наушники, ты говоришь, Клювокрыл. А написал Феникс? Нет, Клювокрыл, когда сказали, как зовут Гиппогрифа. Это я знаю, Клювокрыл его звали. А откуда Феникс вообще в Гарри Поттере? Птица из Гарри Поттера. Ну я вспомнил Феникс. А что не сову? Показывали у Феникса не такой нос, если уж на то пошло. Мужики, тоже на будущее. Да, на будущее. Сгорел. А вот это? Люди в черном. Смотрите, если я показываю Арсений, значит что? Гиппогрифник. Душный. Смотрите. Я знаю, почему у нас не идет игра. Мы уже 2-0 проигрываем. Потому что у нас нет общего, как мы будем выражать радость. Боже, какой он умный. Как ты радуешься? Ух ты. А может быть жест какой? Только жест. Дайте жест. Какой жест. Ух ты. И ответ правильный. Ух ты. Супер. Отлично. С таким настроем мы точно победим. Мы же против просто ебаного картона. Давайте. Третий вопросик. Три, два, один. Леннон. Дева. Леннон. Макартни. Мария. Леннон, Макартни. И Харрисон. Яхты. Битлз. 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 Это же Битлз. А кто-то мне может помочь. Это же Битлз. Еще раз. Еще раз вопрос. Пол Макартни. Да. Да. Кто еще? Харрисон. И четвертый. Четвертый из Битлз. Битлз. Четвертый из Битлз. Четвертый из Битлз. Четвертый. Битлз. Битлз. Четвертый. Ринго. Ринго Стар. Я понял. Ринго Стар. Ринго Стар. Ринго Стар. Да. Ринго Стар. Да. Ринго Стар. Пожалуйста. Господи. Я же права или я опять тупая. Ой. А мне слышно стало. Все. Все. Никаких обсуждений. Ради Христа. Ради Христа. Вопрос. Сразу вопрос. Есть ощущение, что там. Давай. Сразу вопрос. Сразу вопрос. Пожалуйста. Леннон, Маккартни, Харрисон и… Да? Мы правы? Открывай. Пожалуйста. Я… Посмотри вот на это лицо. Посмотри. Ты баклан. Я Леннона и Маккартни не знаю, а вот Харрисон для меня уже… Джордж Харрисон. Это же тоже… Я все равно уже его не знаю. Это же… Правильно? Я просто понял, что какой-то, которого вы можете не знать из Битлз. Да. Все правильно. Я тоже так поняла. Джордж Харрисон всегда сложнее всего. Подождите. Они же все из Битлз. Да, да, да. Все. Давай какой ответ? Давайте вот оттуда начнем. Давайте, давайте. А что, дураки? Там человек сидел. Да когда вопрос нормальный, естественно, я знаю. Ну-ка. Ринго Стар. Ой, мой хороший. Одна буква Р? Или это не важно? Да, да. Ринго Стар. Ринго Стар. Ринго Стар. Открывай. А зачем мы все время говорили барабанщик? Барабанщик. Я говорю, писать барабанщик? Ты правда написал барабанщик? Ну я не мог вас подвести. Итак, момент истины. Пожалуйста. Что, сука, написал? Давай, Кангас Мейкер. Давай, Кангас Мейкер. Да что ты написал? Давай, давай, давай. Ну! Ух ты! Какой кайф тебе! Ребят, ну у меня кайф. Клюва Крыл. Чарли Чаплин. Клюва Крыл. Ринго Стар. Это Ринго Стар. Это Ринго Стар. Две Р? Две Р? Две Р? Серьезно? Он не звезда, он Стар. Нет, мы на грамматику-то не обращаемся. А я правильно написал. Ринго Стар, у нас один правильный ответ. Только что. Че, скидываем? Да. Это был третий вопрос. Третий вопрос. Всего вопросов сколько? Семь! Три, два, один. Луч... Биссектриса. Биссектриса? Биссектриса. 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 Би-ди. 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 Треугольник биссектриса. Треугольники биссектриса, биссектриса. ну треугольник угол и вот это они ему объяснят они ему скажи вопрос бисектриса делящий угол пополам бисектриса посмотри на меня бисектриса бисектриса да 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 бисектриса 9 пополам бисектриса не вот что это это не член это длинное слово скорее всего ты не понял все все тоже не знаешь как писать все да похер мы пацаны там беда это ж не русский язык правильно скорее всего грамматических ошибок много все я ответила правильно значит это очень большая ответственность большая скорее всего шаст не понял ничего да все он понял он до последнего вот так делал и я так делал нет просто мне вот так вот показывает арс вот так вот а потом поворачивается Ира и говорит писечка я же тебе потом показал подожди не спеши читай вопрос возможно писечка луч делящий угол пополам во первых ты браво что ты знаешь это просто реально круто просто меня луч смутил мы знаем что в равнобедренном треугольнике эти три прямые совпадают бисектриса это крыса которая бегает по углам и делит угол пополам не расстраивайся мы просто знали определение без стишков так плохо ты катит написал я потяну за во первых я выбирал между медианой бисектрис но это не медиан я услышал писечка потом пост что-то слушает мне объясните он говорит начал писать а потом он показал угол и вот это из него медиана или бисектриса так правда никто не показывает мой выбор пал на бисектрису каааэф я наверное столько ошибок допустил ну кого эта волна там правда две буквы С это восстание букв И пиздец бисектриса слушайте наверное две С в конце все таки то есть принцип же что Би это два угла получается и мальчики и девочки я написал с такой же ошибкой как и ты но только без все написали так вторая дверь да бисектриса правильный ответ нам же сейчас просто грамматика да уже интересно бисектриса да бисектриса четко и по геометрии пять и по русскому пять точно купят плейстейшн мам бисектриса правильно написал да ребят подождите ух ты три два один шарль 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 давай вопрос писатель писатель шарль 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 писатель нет нет бло шарль шарль писатель шарль 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 все пиши не обсуждаем он специально не обсуждаем не обсуждаем он специально так он ничего еще не написал ему надо что-то написать сейчас он пытается отделить это как-то зерна от плевел свои вот эти шуточки от того что ему реально поможет подождите, там пос и кос у него вываливается из башки ладно, давай вопрос мне кажется я обманул систему имя французского писателя Перо какую систему? нашу? дружественную? командную? абсолютно мне кажется я обманул систему сейчас придется ехать в судейский комитет я естественно понял Перо и все время шла речь про шар я думал что шар не Перо но вы так показывали шар что я решил себя подстраховать записать на всякий Юпитер нет я сделал вот так ше Перо это даже не ше ты так херово написал ну давайте засчитаем шарль я имел ввиду ну а почему одна буква р опять? так ладно я написал шарль Перо я написал шарль я написал просто ответ шарль и все и человечки ты что нарисовал там? это мужчина Шарль я написал ше Перо это что означает? ше шережа ты знаешь другого Перо на ша? шоколад смотрите у меня есть какая логика дело в том что действительно он же не знает вопрос он слышал что шарль Перо и это так записал но у нас решение кто принимает? мы светильники светильники давай правильный ответ может не шарль а вы зачем то это Перо показывали если там вопрос имя мы шарль если тебе показывать больше двух слов то все шарль все шарль зеленый стой 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 что происходит? подождите это уже три мы три из пяти взяли вопрос да помните тут кто-то сидел и говорит это я ты красотка а это комплимент блин я все время да вы че да почему ну кто это может быть кроме шарля Перо вот ты где-нибудь увидишь в конце книги шай Перо что ты подумаешь? фамилия Пушкина имя Пушкина я извиняюсь я извиняюсь давайте дома ругайтесь а пока продолжим три два один Зимфира 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 Потс певица зимфира Лааа этот гитарист Зимфира Зимנה Битлз опять Битлз Привет! Ромашки! Земфира! Певица! Певица! Девочка! Земфира! Земфира! Рок! Земфира! Женщина! Баба! Земфира! Земфира! Песню, группу, что-то скажи! Это не группа! Пиши глызин! Пиши глызин! А увидишь небо Лондона? Или ромашки! Ну Земфира! Ну ты её слушаешь! Земфира! Наконец-то сработала! Ребята! Да мне кажется, как только загорелся... Один нахуй небо Лондона! Ромашки! Я говорю, он понимает с первого слова, а потом издевается над нами! Гитаристка! Я вам ору! Песню! Песню! Какую-нибудь песню! Какая нахер песня? Я же не понимаю, я говорю, песню! Что ты показывал? У неё зачёрнуто лицо было! А почему ты только это запомнил? Потому что это единственное, что показали вообще! А всё остальное... В самом первом клипе вороны Москвички, у неё очень долго не показывали её лица! Ну хотя бы человек попытался! Я тебе спел и небо Лондона, и ромашки спел тебе! Ну Зимфира это говорят же! Ир, ты... Ну она что, единственная музыкант женщины? Назови ещё одну! Ир, нужно просто было... Кто, блядь? Кто-нибудь говорил Ар-бе-ни-на! Ты написал Арбенина? Да нет, ну ты же показал! Хотя, покажи! Покажи, что ты пока... Быстро переверни! Зимфира! Вопрос какой вообще был? Да, Зимфира, кстати! Вот так нельзя! А может, кстати, вопрос... Кто исполняет песню? П-м-м-л! Прости меня, моя любовь! Правильно? Да! А, ты не знал даже эту песню? Хорошо, что ты меня не решил, а не спрашивай! Небо Лондона! Вороны Москвички! П-м-м-л! А у тебя спит и значит умрёшь! Зимфира! Столько всего! Так зачем тебе нужна песня? Хочешь сладких апельсинов! Хочешь слух рассказов! Где-то на кассете или на диске написано П-м-м-а! Ты не знал? Подождите, ну, знаете, какая беда? Потому что я знаю эту песню, и когда я знаю Зимфиру и понимаю вот эту аббревиатуру, но вот так отдельно я бы никогда... Серёж, переверни! А это потому что я тупая! Серёж! Покажи, что ты переверни! Да кто об этом говорил? Зимфира! Очка! Зимфир очка ты написал? Зимфир чего? Чё, открываю? Открывай, конечно! Зимфира! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Уже даже просто не смешно! Четыре ответа подряд! Ух ты! 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 У нас еще не было драки за столом! Какая Ирина Буланова? Ты со мной зачем разговариваешь? Кто такая Ирина Буланова? Ты заткнись! Не трогай рану парня! Не трогай! Пусть оно идет! Яркий мой свет! Да вы че черти блять! Иди ты слышишь- что я говорю- Ааааа! Ассений, ты бежим! Летово впихнул себя в жопу . Если ты говоришь хуйню... давай. Я говорю что всё обсуждение я слышу группа Ирины Булановой. Какой нахуй Чирина Булановой? Нахуй, ты мне это говоришь! Какой Ирины Булановой? Это стоит 60 тысяч, но мне похью. Я кину это тебе в еблет, если ты будешь продолжать мне задавать этот ебучий вопрос. Ааааааа! Вот я и спорю с ней. Какой Ирина? Я и пытаюсь ей доказать, что Татьяна, ну как, ну заткнись, ну заткнись, я перевернул страничку, блядь, ты уже видишь, что я написал? Группа Татьяны Булановой, давай! Да не в этом дело, у меня всё время затрачено на то, что не Ирина, а Татьяна. Это что я красиво отвлекала. Ведь у Татьяны есть группа, блядь, давай! И потом я думаю, ну если группа... Что ж ты думаешь, блядь, комбинация? Ты написал гражданская оборона, ты иди и бись конём! Нахуй ты вообще кого-то осуждаешь! Если ты написал гражданская оборона, блядь! Ну если слышу, что ты... Ну нахуй ты что-то, блядь, ещё над кем-то ржёшь! Ты, блядь, треугольник с писькой, нахуй! И на последнем моменте... Вырвались из импровизации, ты говнахуц! И на последнем моменте, когда я слышал... Я думаю, ну, группа и тёлка. Ну, ну... Группа и тёлка. Возможно, я везде ошибся на всех трёх словах. Давай. Я думаю, напишу кабриолет. Есть такая группа? Ебанат, блядь! Какой? Он гражданская оборона! Какой кабриолет? А какая гражданская оборона? А что мы разговариваем? Ну я объяснишь, блядь! Так и я говорю, смотри, кабриолет нахер ты его... Здесь Александр Марцинкевич и группа кабриолет. Вы ни разу не слышите! А ты чё патчёлка, блядь? Какой Александр Марцинкевич? Нет, это такой есть. Это... Эти цепи, цепи... Мама... Да ты ж убираешь, блядь! А у Егора Летова что ты можешь петь? Ну человек говорит, Игорь, блядный, я это перевожу. Кому он говорит? Он говорит, ко мне поворачивается, что нахуй меня шлёт! Ну кто говорил, Марцинкевич? А чё, блядь, здесь? Да у меня тут стена, ко мне раз в год приходят, блядь, посетители и через телефон говорит, иди нахуй! И я ухожу на нарах, оставшийся год, блядь, гнить! Ну Арсений, ну давай, давай успокоимся. Да. Какие-то люди, скорее всего, которых мы... Ну ты доебался до меня, что нет Ирины Булановой. А я и не утверждал. Нет, Ирины Булановой, её нет, да. Но кабриолет в любое время дня и ночи, кроме зимы, звучит стильно. Братан, какие-то более-менее знакомые нам люди пишут вопросы. И вдруг решают. Зададим вопрос, как называется, группа Марцинкевича, блядь! Он меня видит. Просто такая херня. Я объясняю. Вот такое ощущение, что здесь зеркало, в которое он видит себя. Единственный раз в нашей передаче один человек другого послал нахуй, это он послал меня. Это не я был, Арс, это ты послал меня. Не я тебя, а ты меня, Арс. Сними трубку, ты послал. Арс, сними трубку. А он нахуй иди. А ты меня послал. Арс с Серёжей никогда не существовал. Он как в чистом чувстве, его нет. Нужно вставить себя во втором, когда ты его посылаешь. Что ты написал? Группа Игоря Бледного. Вот эти три слова мне не говорят ни о чём вообще. Как ПММЛ. Поэтому я по этой хуйне и написал вот группой Игоря Бледного. Почти гражданская оборона, что ли? Гиги... Где тут гражданская оборона? Ну гэй, бэй. Посмотрим правильный ответ. Вот давай так, гэй это гражданская оборона, это что? Прикинь, я такой. Кабриолье это правильное. Конечно, пошлая молли. Не написано гид. Конечно, пошлая молли. Ты вообще квин поставила в одну, в один мир с мальчишником. Да. Секс, секс. Не ори хотя бы на неё. Ладно. Первый раунд окончен. У нас всего четыре правильных ответа из семи. Это много. И минус два друга. Минус два друга. И мы переходим к супер игре. Супер игра! Ребята, я... Да рано, подожди. Давайте подведём итоги. Ух ты. Я не верил, что мы дойдём до супер игры. И мы дошли до супер игры. Ты молодец. Ты классная, умная. И ты заработала на супер игру четыре минуты. Четыре минуты? Четыре минуты. В чём заключается супер игра? Каждому по минуте. Ооо. В чём заключается супер игра? Всё очень просто. Сейчас ты ничего не будешь объяснять. Не будешь брать карточки. Это будем делать мы. По очереди, начиная с меня, мы берём карточку и объясняем вопрос тебе. Почему с тебя? Можно, чтобы он последний был? Не будем так рисковать. До меня не дойдёт, поверьте. А почему он так уверен, что я не умею объяснять? Не объяснять он умеет, наверное. Хотя... Смотрите. Мы по очереди. Каждый из нас берёт карточку и объясняет. Самое главное, чтобы, Ир, ты сказала правильный ответ. Как только ты сказала правильный ответ, загорится зелёный свет, и мы переходим, соответственно, к следующему человеку. И вот тут и остаёмся. Я понимаю. Нам нужно четыре правильных ответа, и так сложилось, что у нас четыре минуты. Три, два, один. Европейское название горы Джамалунгма. А это Эверест, наверно? Да, да, да. Эверест Джамалунгма. Ты кому объясняешь? Эверест. Эверест. Гора Эверест. Есть, есть, есть. Джеймс Бунд. Джеймс Бонд. Эээ. Квант, Милосердие. Там кто играл? Пирс Броснан? Я ничего не понимаю. Из всех всех Джеймс Бондов, давай. Джеймс Бонд? Да, кто играл? Кто? Кто играл? Актёр. Актёр. Очко. Актёр Джеймса Бонда. Пирс Броснан. Крейг. Пирс. Джеймс Бонд. И что? Пирс. Пирс. Пинк. Пинк. Я актёр. Я актёр. Дэниел Крейг. Пирс Броснан. Мы снимаем кино. Режиссёр. Режиссёр. А я актёр. А актёр. А актёр Джеймса Бонда играл? Да, Джеймс Бонд. А какой актёр? А актёр? Пирс. 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 Я ныряю с Пирса. Пирс. Пирс. Пирс Броснан. Нет. Дэниел Крейг. Это неправильно? Это не он. Это не он. Другой. Другой актёр. Какой вопрос? Какой вопрос? Кван Милосердие. Ещё раз? Да пизду. А давай Дэниел Крейг давай попробуем. Дэниел Крейг. Скажи вопрос. Шон Коннерри. Скажи Шон Коннери. Дэниел Крейг. Какой вопрос? Дэни Л. Дэниел. Дэниел Крейг. Дэниел Крейг. Джеймс Бондан играли разные актёры. Однаfal Demercir. Дэниел Крейг. Актёр. Дэниел Крейг, 학тор. Дэниел Крейг, аاخтёр. Я понял Фильм каков. А хват Милосердия. Блин. Имя, имя. Дэниел Крейг. Дэниел Крейг. Джек Дэниелс. Бухло. Джек Дэниелс. Дэниел Крейг. Ты такой некрасивый. Блондин. Дэниел Крейг. Это все, пацаны. Повтори со мной. Дэ. Дэ. Э. 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 Дэниел. Эн. Дэн. Дэни. Дэниел Крейг. Есть! Давай, давай, быстро, быстро. Напиток на основе кофе с шариком мороженого, блять. Что? Капучино. Что? Дэнелаты. Или что? Скажи. Говори. Напиток. Напиток. На основе кофе. Мороженое. Глиссе. 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 Зеленый. Давай, давай. Глиссе. Не знаю. Глисс. 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 Ух ты! Ир, смотри, ты с самого начала спрашивала, за что ты боролась? Есть ли какой-то приз? Дело в том, что мы ответственным за приз назначили Арсения. Вот это не приз, нельзя это назвать призом. Это подарок. Мы подумали, чем ты увлекаешься, изучили всю твою биографию с самого начала. Нет, потом уже поручили Арсению в самом конце. И узнали. Надо же объяснить, а то она сейчас увидит и не будет рада. Если я объясню, ты будешь радоваться. А что он показал? Возможно, это были две спички. Ты любишь Францию. Казалось бы, можно было подарить тебе огромный билет во Францию. А можно и маленький было. Но мы подарили кое-что другое. Арсений. К сожалению, мы не в силах открыть границу. Но мы в силах тебя на секундочку. Пошел раздеваться. И войдет в берете, как мим. Мы на секундочку решили погрузить тебя в атмосферу Франции. И нарисовали. Пусть он там голый в берете, да? Голый в берете. Это картина, которую ты можешь повесить на стену. А можешь и здесь оставить? А что? Это Париж? Вообще, надо смотреть издалека. Это арка? Нет, это не триумфальная арка. А что это? А ты не была в Париже? Конечно, была миллион раз. Даже это непонятно. Слушайте, вообще, это улица Севастополь. Там есть такая. И я тебе желаю съездить туда и посмотреть эту улицу. Она тебе понравится. Там две такие арки. Спасибо большое. Это очень здорово. Хорошо, что вы интересуетесь мной. Да. Еще мы знаем, что ты любишь собаку, но мы тебя к ней отпускаем побыстрее, чтобы ты Толика своего затискала. И третье, что мы знаем про тебя. Мы расскажем друг другу уже в кулуарах. Ребята, это был первый выпуск шоу «Громкий вопрос». Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Что вам, что классно, что не классно. Короче, пишите в комментариях свои впечатления. А самое главное, подписывайтесь на канал Импроком и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Здесь будет много всего интересного. Это был «Громкий вопрос». Всем пока. Спасибо. А у нас...